Привет, друзья! Меня зовут по-прежнему Салтыков Сергей. Вы находитесь на блоге танцевального развития и совершенствования. Сегодня я бы хотел поговорить про перекат. Если посмотреть определение переката в словаре, то перекат – это постепенная передача тяжести тела всей стопе ноги от пятки до кончиков пальцев. Если принять как данность дарвиновскую теорию о том, что мы с четырех точек опоры встали на две, то наш позвоночник, его устройство, S-образная форма, позвонки и межпозвоночные диски, устройство суставов, а также сводчатая стопа – это компенсационный механизм вертикального прямохождения. Если технически попытаться объяснить, что такое ходьба, это череда рефлекторно-контролируемых падений. Внимание, ребята! Череда рефлекторно-контролируемых падений. Почему? Дело в том, что голеностоп устроен таким образом, что в состоянии покоя мышцы не могут нас вытолкнуть вперед. Они могут нас вытолкнуть только вверх. Для того, чтобы двигаться, человек начинает падать корпусом вперед. Затем под падающий корпус, у него выходит нога, смягчается колено, так только стопа касается земли, начинается перекат, принимает вес корпуса, затем выпрямляется и возвращает корпус на исходную высоту. То есть мы не можем двигаться ровно. Это невозможно. Так вот, наше движение – это череда рефлекторно-контролируемых падений. Причем движение происходит по дугам. Сначала идет дуга метрономометрическая, то есть вверх опережает низ, а затем маятникообразная. Низ опережает верх. Метроном – маятник. Метроном – маятник. Зачем нужно контролировать рефлекторные движения? Ну, вот, например, мы дышим. Когда человек делает вдох, выдох, он не задумывается о том, какие мышцы у него напрягаются, какие расслабляются. Чем он дышит? Грудной клеткой или животом? Но если попытаться этот процесс разделить на движение верхом грудной клеткой, низом – животом, выдох – тоже самое, животом – грудной клеткой. Попытаться поделать задержки дыхания за счет различных йоговских техник прана-вья-ямы и прана-ямы научиться быстрее разогревать организм, быстрее включать мышцы в работу, или наоборот, после тяжелой тренировки быстрее расслаблять мышцы, подготовить организм к медитации, мы сможем улучшить качество дыхания и в целом качество жизни. То есть контроль над рефлекторным дает улучшение качества движения и улучшение в целом качества жизни. Как контролировать перекат? Ну, для того, чтобы контролировать что-то, нужно это что-то разделить на составные части и контролировать каждую из этих частей. Когда мы двигаемся назад? Стопу можно разделить на следующие части. Первое. Вот мы ставим ногу на торец. На самые-самые кончики пальцев. Затем полупальцы, первые фаланги, передняя часть стопы и вся стопа до каблука. Еще раз. Внимание. Торец, полупальцы, первые фаланги, так танцуют в балете, передняя часть стопы и вся стопа до каблука. При движении вперед это будет соответственно каблук, пятка, середина стопы и вся стопа. И вся стопа. Если мы двигаемся вперед в манере спортивных танцев и начинаем шагать с носка, то это будет полупальцы, передняя часть стопы и вся стопа до каблука. Для того, чтобы контролировать свой перекат, нужно поотрабатывать вот эти вот вещи босиком или в носках, делая перекат одной ногой. Поставили ногу на торец, перенесли вес на первые фаланги, полупальцы, вернулись. Перекат, назад, почти до пятки, вернулись. Перекатились. То же самое другой ногой. При движении вперед поставили ногу на пятку, начали перекатываться до середины стопы, вернулись. Перекатились. Поставили пальцы другой ногой. Танцы – это не циклический вид спорта. Движения в танцах связаны с внезапными ускорениями, с внезапными остановками. Поэтому, чтобы нам быть в большем и лучшем балансе, нужно отрабатывать свой перекат. Дело в том, что ходьба – это череда рефлекторно-контролируемых падений. Двигаясь вперед с определенной скоростью, человек не может сразу же остановиться. Его несет. У него есть инерция. Остановиться сразу можно, либо согнув ногу в колени и перенаправив инерцию вниз, либо сделав очень хороший контролируемый перекат в стопе. Делая поворот, нас инерция двигает, и мы опять же падаем. либо мы делаем контролируемый перекат в стопе и гасим эту инерцию. Прыжок. Опять же, перекат позволяет нам оставаться в большем балансе. Поэтому с этим нужно поработать. Все было бы хорошо, как говорил Василий Иванович, но есть нюанс. А нюанс состоит в том, что если отрабатывать перекат только одной ногой, той, на которую я прихожу, то мы будем уподобляться человеку, которому бросают арбуз, и он этот арбуз пытается на одной ноге поймать. Гораздо удобнее взять этот арбуз, находясь на одной ноге, понимать, где находится центр тяжести попа, и очень медленно, очень контролируемо вот этот вот арбуз взять и с одной ноги на другую перенести. То есть для того, чтобы быть в абсолютном балансе, хотя это невозможно, нужно контролировать не только приход на ногу, а еще и уход от ноги. То есть нужно контролировать перекат с той ноги, с которой вы уходите, и на которую вы приходите. Нужно контролировать перекат с той ноги, с которой вы уходите, и ту, на которую вы приходите. Для этого нужно проходить через следующие моменты. С той ноги, с которой вы уходите, вы должны уже оторвать каблук, пятку, а на другой ноге не поставить носок, если движение идет с каблука. и почувствовать вот этот вот уход и приход. Либо оторвать пятку одной ноги, оторвать пятку другой ноги, и опять же почувствовать вот этот вот очень контролируемый перенос своего арбуза с одной ноги на другую. Для самых отмороженных есть еще одно упражнение. Оно сложное, но если есть желание, можно помучиться. Называется оно «Плохое кино». Вы шагаете вперед-назад. Вперед, назад. Запоминаете, как вы двигаетесь, а потом начинаете пытаться медленно сделать движение вперед, остановиться на ноге, вернуться. Пойти вперед, вернуться назад. Пойти вперед. Каждый раз, проходя очень контролируемо через все вот эти вот точки. Помучайтесь. У вас не только будет больший баланс в танце, у вас изменится даже ваша походка. Вы будете двигаться более мягко, более плавно, более контролируемо. Удачи! Друзья, если у вас есть вопросы и вы бы хотели получить на них ответы в следующих выпусках, пишите, оставляйте их в комментариях.